Привет, друзья! Канал Первый Уровень. Мы продолжаем прохождение Чернобыла. Это день 13-й, но я не верю особо в свою веру, и мне кажется, что сегодня должно быть всё окей. За кадром я передал тактическую броню, которая чуть получше базовой ребятам, но не всем. Тем пока, кому симпатизирую, чтобы не особо тратить ресурсы, это вот Ольге я передал и Оливеру. Так, что-то ребята все сверху собрались. Может, что-то мне кто-то хочет сказать? Игорь, есть минутка? Я тут пообщался по радиосвязи с моим деловым партнёром. Так. И что? Как оно? Он по уши в дерьме. Нар села ему на хвост. Но тут удивляться нечему. Если ты грабишь богатую Нар и раздаёшь бедному себе, да? Ну, теперь ясно, что у вас за бизнес. Ты к словам не цепляйся, а просто проверь, как он там, ладно? Он прячется где-то возле порта Припяти. Почти Рубин Гудовская тема, но с тем исключением, что оставляют украденные, а не себе. Они раздают бедным. Слушайте, погода не очень хорошая. И знаете, что здесь круто? Я уже сегодня загружал игру. Проверял просто для себя какие-то моменты. Дело в том, что при первой загрузке здесь была просто ясная погода. Солнышко светило. Причём миссия одна и та же. А сейчас, видите, рандомайзер выбрал такую вот питерскую погоду. Я, с одной стороны, не очень этому рад, потому что видимость в такую погоду не очень хорошая. Ну, своя атмосфера в этом есть, правда ведь. Так. Давайте посмотрим. У нас, конечно, вот появился вот миссия от Миши. Отшельник. Но, ребята, у нас уже несколько дней центр Припяти висит. Это призраки прошлого на площади Ленина. Тем более, это новая локация. Тем более, здесь мы можем найти какие-то зацепки. Это локация, которая стопудово должна быть интересна, потому что это Припять. И сюда, наверное, было приковано основное внимание авторов, когда они делали, проецировали вот эту местность. И это будет круто там посмотреть. Ну, пусть и в такой погоде, ничего страшного. Главное, туманность не очень большая. Так что давайте в центр Припяти мы отправимся. Оливер у нас пойдет. Интересно, от погоды зависит их процентное соотношение? Наверное, тоже зависит. Пусть он сюда пойдет за патрончиком. Миша пойдет в рыжий лес за едой. А Ольга, я даже не знаю. Ну, давайте ее отправим все-таки. Так, а вдвоем их можно отправить? Или в оком Москвы ее? Пусть тоже за едой отправляется. Вот сюда вот. А, их нельзя, да? Угу. Ну, так, 80, 86, 99. Ладно, пусть чилит, я не знаю. 50%, но это жестко. Пусть, ладно, остается на базе. В принципе, нам ресурсы все хватает. Я не хочу рисковать, тем более персонажем, который мне симпатичен. По крайней мере, как он раскрывается. Так, за Татьяной идем. Что-то она не особо комментирует. Долгая загрузка. Видимо, есть что подгрузить. Не знаю, что там за локация. Может, основная, большая какая-то. Так. Ну, давай грузись уже. Центр Припяти. Классный эмбиент. Сразу могу сказать. Мне уже нравится. Дождичек. Ух ты, вы посмотрите на это. Огромная карта. Ну, что, будем неспешно все смотреть. Ага. Вот оно, знаменитое колесо обозрения. Которое есть практически на всех фотографиях. Я помню, когда я в Сталкер играл давно. Давным, по-моему. Тень Чернобыля, по-моему. Самая первая версия. Короче, поправьте меня в комментариях. Я уже забыл, как самый первый назывался. Это Сталкер. Там вот были такие обои. И одна из картинок была именно колесо обозрения. Так, ну, заходим. Такую. Хрущевочку, можно сказать. Посмотрим. Неспешно будем изучать, потому что это, наверное, одна из главных локаций в игре. Чернобылит. Замечательно. Так, второй этаж. Здесь все закрыто. Патроны для винтовки. Все замечательно. Вот так, видите, за окошком, как все обстоит дело. Хмуро. Ну, вообще, такая комнатка. Я не знаю, сколько здесь метров. Старая такая мебель. Метров 10, да, наверное. Как вы считаете? Примерно. Это получается однокомнатная, да, у них. Так, ну, пойдемте на третий этаж. Так. Опять старая мебель. Советского плана. Можно вот здесь вот посмотреть. Здесь более просторная такая квартирка. Санузел. Ну, некоторые, кстати, комнаты, к сожалению, повторяются. Ну, ладно. В принципе, это терпимо. Ну, что, ничего нет, что ли? Балкончик. Так, ну, ладно. Дадут нам подняться еще на четвертый этаж? Или не дадут? Здесь уже окна нету. Давайте посмотрим. Нет. Не дадут нам подняться. Ну, ладно. Такой небольшой экскурс. В панельку. Так. Идем дальше. Опять какой-то аттракцион. От которого, наверное, фонит. Очень сильно, по идее. Качели. Вот от них, да. От них жестко фонит. Так, а здесь у нас что? Интересно. Повторюсь, кто больше понимает в локациях Припяти, самого города, наверное, точно что-то уже узнает. Я, если честно, последний раз смотрел фотокарточки ребят, которые ездили в зону отчуждения достаточно давно. Я не знаю, как сейчас, наверное, сейчас не ведутся особо экскурсии. По понятным причинам. Ну, а лет так, не знаю, 10 назад активно-активно было это все. Так, ну здесь фонит вообще очень жестко. По-хорошему мне надо убираться отсюда. Так, ну мы вошли в какое-то здание. Это у нас, получается, заставленный спортивный комплекс, я так понимаю. Спортивный зал. Достаточно просторный, такого советского, опять-таки, образца. Единственное, что-то я нахватал радиацию. Давайте вот так вот сделаем. Слушайте, по ресурсам здесь практически ничего нету. Сильные, смелые, ловкие. Такой девиз. Был написан сверху. А здесь у нас что? Электронные компоненты. Ну, это штаб какой-то. Видимо, наровцев. Они здесь заседали. Ну что, ничего нет, что ли? Никаких зацепок. Ну, странно как-то. Ладно. Так, давайте-ка сюда пройдем. Пока ни соперников, никого нету. Ну, вот в первом вопросе, кстати говоря. Так, в окошко посмотрю. Может, кого увижу. А, никого не увижу. И здесь тоже. Так, это интересно. Что-то есть. Электронные компоненты. Опять ноутбук. Так, там что-то интересное совсем. Так. Да, прям здесь склад такой обильный. База. Куда же они все пропали-то? Как-то даже странно. Так, мы почти дошли до вопроса. Судя по всему. Может, спуститься надо? Ой-ой-ой-ой. Нарвцы. До свидания. Не знаю. Мне кажется, у меня сейчас создалось впечатление, что я достаточно прокачанно к этой локации подошел. Ну, как мне кажется, я не знаю. Потому что, наверное, все норовят быстренько пробежаться. А мы сколько уже заданий-то выполнили до этого. Огромная локация. Просто супер большая. Как бы здесь все увидеть. Все зацепки. Видите, здесь разные пути. Ух ты. Готель по лися. Так. Ладно. Туда мы успеем сходить. Чувствую, сегодня серия будет продолжительной, ребят. Классный рисунок на стены. Скорее всего, он воссоздан с оригинала. Повторюсь, потому что авторы приезжали в зону отчуждения и копировали многие детали. Паёк, кстати говоря. Так, ребят, чё вы тут? Неплохо. Очень неплохо. Ну, по-прежнему я пока вопрос не найду. Так, давайте-ка всё-таки подойдём к этому месту. Это у нас что? Странно, что по-английски эхо соул написано. Соул это же душа, да, вроде бы? Так. А если мы сюда зайдём, то что? Очередная какая-то то ли лаборатория, то ли... Мне кажется, здесь будет миссия с огромным количеством когда-нибудь соперников, потому что... Ну, а как иначе? Отмычка. Замечательно. Аптечка. Химикаты. Так. Сюда нам не пройти. Так. Судя по всему, здесь где-то. Ну, а где? Хм. Или на первом этаже нас ждёт кое-кто? Там уже подвальчик. Ага, смотрите-ка. Ну, странно, что я не пробиваю. Ладно. Давайте так. Очень странно. Они в лабораториях закрыты, да? Я так понимаю. Вот почему я не пробиваю. Ну, прикольно. То есть, это и есть, да, секрет? Нет, это не секрет, кстати говоря. Их исследуют. Так. Классно. Мне бы механические детали бы найти. Почему-то в игре их очень мало дают. Ну, хорошо. Теперь мы понимаем, то, что наровцы исследуют и вот этих тварей. так. Так, улика наконец-то нашел. После воздействия чернобылета люди могут общаться друг с другом. Поэтому они видят Татьяну. Поэтому ее вижу. Я. А вот это интересно. Так. Объект женщина белая. Имя Екатерина Лебедева. Возраст 9 лет. Местонахождение Биотехническое подразделение НАР. Введенные такие-то в статус латентный до 2008 года незначительная телепатическая активность. Испытание номер 12. В. Ускорение готовности суперсознания объектов к манипуляции вратами. Отчет. Мы решили воздействовать на испытуемых радиаций, чтобы повысить скорость, с которой они достигают состояния суперсознания. Испытуемые начали говорить о женщине в красном платье. Ну, вероятно, о Татьяне, да? Поэтому нам пришлось поместить их в ментозную кому, чтобы избежать осложнений вследствие стресса и воздействия того, что, по нашему мнению, может являться формой коррективного разума. Начальная доза 500 в течение одного часа применялась для ослабления иммунной системы и уменьшения задержки гамма-волт мозга. Реакция объект отреагировала ожидаемым образом. Вторая доза в два раза больше, короче, в течение 80 минут применялась для направления потока энергии из симпатической системы через теломический путь в стволе мозга в шишковидную железу. Реакция объект отреагировала ожидаемым образом, не раскрывает, как он отреагировал, то есть, наверное, хреново отреагировал. Третья и последняя доза нифига себе в пять привела субъект в состояние воссоединения сети чернобылита. Это позволило нам поддерживать врата в стабильном состоянии в течение примерно одного часа. По прошествии этого времени субъект скончался в результате радиационного облучения и, как следствие, врата закрылись от руки написано. Нам нужно найти способ продлить срок жизни испытуемых, но время на исходе. Я лишь надеюсь, что нам придется оставить все на нулевого пациента, иначе козырей у нас не останется. Что-то я за кадром слышу, что кто-то ходит, но не пойму. Как будто очень близко. Ну вот и раскрывается, ребят, немножко подробность. То есть Татьяна в целом может быть нереальным объектом. То есть может Татьяна уже в живых и не быть. Это военный какой-то лагерек. Так, ну что, походим еще, разумеется. Опасно здесь, конечно, бродить по этому зданию. Почему бы и нет? Интересно, как другие игроки проходили? Я эту локацию не видел, если честно. Это прикольная какая-то секция такая. А у других летсплееров, игровых блогеров, как они все пробегали, чтобы побыстрее пройти? Или только я один все тут разжевываю хожу, высматриваю? Работники MSH, так, 126, улучшать медицинское обеспечение, повышать культуру лечебной и санитарной работы. Так, погода, кстати, ухудшается, а это значит, что скоро к нам припрется, угадайте, кто. Пусть приходит. Я пока что рельсотрон с собой не брал. Какие красавчики-то, да? Прям реальная лаборатория. Движение у них, конечно, вообще очень быстрое. Ладно. Странно, что они на меня не реагируют. Может, они стекло так сделано, что они попросту меня не видят. Ладно. химикаты. Давайте вот сюда еще зайдем. Так, кто меня видит? Ух ты, заметка, замечательная. сейчас же. Ладно, ладно. Что с тобой такое? Хочу, чтобы ты запомнил этот момент, чтобы снимок всегда был у тебя. Что бы ни случилось, мы связаны. Мы вместе. Ну, конечно. Ты же моя невеста, и... Я совсем не о том, но не важно. Новый уровень это хорошо. А знаете, что плохо? Так, ну давайте, идите сюда. Кто-нибудь его видит? Вот, я его особо не вижу. А, вон он. Не, шутер здесь прикольно реализован. Ну, честно. так, все замечательно. А где у нас главная задача-то? А, в этом отеле, кстати. Ну, мы туда идем. Не очень пока что сложные соперники, лично для меня. Потому что, ну, повторись, я достаточно хорошо прокачан. Единственное, ребят, ну, ладно, еще в этой локации побродим, разумеется. Просто я вот в этот полукруг, по-моему, даже не заходил. так, какой-то памятник. Сейчас подойдем, посмотрим. Неужели нет ресурсов, а? Особенно мне нужны механические детали, я не знаю. Ну, они как сговорились. Прикольные такие лавочки были раньше. Да, это памятник. Вечная память героям, защитникам. Классно. Классно вас создали. Я уверен, что это с оригинала сделано. Так, еще одну улику, кстати, я нашел. К чему такая спешка? Столик у нас на 6 часов. Времени полно. Ну, скорее, Игорь, но мы все пропустим. Что пропустим? Думаешь, в ресторане игра кончится? Фути, твои гадкие рыбьи яйца? Только и думаешь, что про свой желудок. Мы пропустим закат глупенький. А, закат. Ну, да, конечно. Что значит, думаешь только про свой желудок? Пойдем, Игорь. Ну, пожалуйста, давай его не упустим. Так, вторая уже улика. Слушайте, сюда вообще есть вход или нету с этой стороны. Кажется, тут вообще тупик. Да, нам бы назад, если честно. И, походу, мне надо автомат брать. Потому что сейчас с минуты начнется. С минуты на минуту начнется. Давай выходи уже. Совсем близко. Здесь радиация у нас. Сюда так и не пройдешь. Ладно, в этой болотистой местности особо воевать не хочется. Давайте отойдем куда-нибудь. В лабораторию опять же я уже понял, что надо по второму этажу передвигаться, чтобы достичь этого отеля, скорее всего. ну вот как-то так. Давайте пройдем посмотрим вообще. Ну вот, короче, нам по этой штуке надо вот так вот передвигаться. Тогда мы пройдем. Ох ты, нифига себе. Прям по крыше шандарахнуло. Так, ну ладно. Есть здесь небольшие ресурсы. Слушайте, в самом низу что-то есть. Так. Это я пропустил, что-ли? Как тебе подобраться? Мм. Ну, вот так вот. Ну, опять нет механических деталей. как будто сговорились. Как же я буду крафтить патроны без этого всего? Давайте спустимся, побродим по военному городку. Здесь просто открытое достаточно такое место. И мне будет попроще справляться с черным сталкером на на такой территории. Так, это опять исследовательская какая-то деятельность. Ага, чувака, смотрите, чернобылит. Скушал, так скажем. Так, у меня ментальное состояние, кстати, ухудшилось, видимо, из-за того, что наш главный герой это все. Для тебя тоже плохо кончится, чувак. Давай иди сюда. Все. До свидания. Не знаю, он ли будет с главным боссом или нет. да уж. Зато погода улучшилась. Ох, нифига себе, смотрите, там эти стоят ребята. Все это, конечно, хорошо. Улика. черный сталкер работал на электростанции и кажется... Ох, нифига себе. Интересно. Ну, как сюда вписывается мой наставник Семен. Может, это тот Борис превратился черного сталкера? Так, черному сталкеру от Семенова какого делого там произошло? Предполагаю, что это чрезвычайно надежный и хорошо охраняемый объект, но при этом группка разношерстных наебников смогла без особых проблем проникнуть на него. Как такое вообще возможно? Ты появился слишком поздно несмотря на твои особые способности и тот факт, что ты проработал там почти всю жизнь. Может, объяснишь, что произошло? Но это про тот случай из начала игры, когда мы пробрались на станцию, судя по всему. Как вот так. И вот он отвечает. Выбирай выражение, Георгий. Ты прекрасно знаешь, вытирать сопли Козлова его тупым солдафоном не входит в мои обязанности. Хочешь знать, что произошло? Ладно. Получив известие о проникновении на объект, я направился туда и столкнулся с тремя нарушителями, которые, судя по всему, получили доступ к отсеку четыре главного реактора, где произошел исторический вот этот взрыв. Представь мое удивление, когда я обнаружил, что среди них был он. Ты ведь понимаешь, о ком я. с одним из нарушителей я справился, но ему и другому удалось сбежать через червоточину с помощью какого-то самодельного устройства, работающего на кристаллах черного элита. Удивительно, правда? Но не беспокойся, теперь он привлек мое внимание, я разберусь с этим лично. Пока ясно одно, охранам в этом месте никуда не годится, и с этим срочно нужно что-то делать. Так. Интересно, интересно, очень много в этой серии подробностей. То есть черный сталкер получается работал на вот этой станции. Почему в этой игре нету гранат? Это очень обидно. А еще в этой локации достаточно мало ресурсов. Вот от слова совсем. Ладно, идем к ребятам разбираться. Я не буду тут стелс включать режим. Никакого стелса не будет. Будет вот так вот. Еще один уровень достигнут. Это замечательно. Так, что у нас тут? Для винтовки ну опять все, что душе угодно, кроме механических деталей. Так, ну хорошо, что вы тут исследовали, ребят? здесь может есть какая-то зацепка или еще что. Так, а у меня уже не помещается, да, место? Странно. так. Ну, в принципе, пока живем, пока живем. Ну, есть у меня механический 5,7, конечно. Что-то нашел немножечко, но все равно. Химикаты, 5 химикаты. В основном задании я пока не тороплюсь идти. А я смогу сюда забраться? Ух ты, прикольно. Смогу. Кстати, любители зоны отчуждения, как по вам? Какие локации более такие атмосферные? В Чернобылите или в Сталкере? Я играл только в самые, наверное, первые Сталкеры и скажу вам, ну, понятно, что года разные выпуска, но как по мне, дворец культуры энергетик. Как по мне, по атмосфере именно Чернобылит покруче. И по геймплею. Мне больше нравится именно переплетение шутера с системой РПГ, с прокачкой. И сюжет, знаете, так понемножечку завлекает. понятно, что ох, нифига себе. Это кто там так ругается? И где он вообще? Я думал, здесь всех завалил. но оказывается не всех. Справа, да? Нифига себе, они зарядку там делают. Вас тут двое? Ну, держите. Если двое, то я справлюсь. А, нифига себе, обошел меня. Ну, молодец, конечно. Ладно. Первый раз вижу, чтобы мобы здесь у них делали зарядку такую, растяжечку. Приседали. лагеря себе. Ну, окей. Вообще, в таком лагере, я не знаю. Так, он у меня броней, да, уже. Да, броня проседает, к сожалению. Тратить, не тратить? Да, пока я не хочу тратить ресурсы. Пока потерплю. Ну, что, пойдем уже на задание. Хотя, подождите, что это такое тут у нас? Интересное. Может, улика какая-то? ну, она снизу, да? Да, ребята, она снизу. Давайте, я попробую сейчас достать. Потому, что это может прояснить немножко сюжет. И, во-вторых, что немаловажно, это дает нам опыт. Так, здесь нам не пробраться. где тут лазейка-то? А вот здесь лазейка. Да, здесь улика. Здесь, ребята, улика. Видите, как мы внимательные. «Иногда я чувствую себя как маленькая девочка в Мурманске. Я в детстве смотрела, как папа работает с подлодками, а мама делает уху на ужин. Я была обычной девочкой с косичками, старым велосипедом и друзьями с улицы. Какие добрые воспоминания. Это не просто память. все эти образы словно существуют одновременно в неразрывном кругу. Глубокая мысль. Наверное. Честно говоря, я не понимаю. Прости, я не хотела грузить тебя своими мыслями. Так, ну замечательно. 300 очков опыта. Просто классно. Ну, видите, сколько уже нашли. это из-за того, что мы достаточно все тщательно тут осматриваем. Просто, ну если все пробегать, вообще непонятная суть сюжета. Все улики, я не знаю, можно пропустить. Очень хочется, на самом деле, я не знаю, когда-нибудь для себя, наверное, на... он же релизница, да? Нам написали в комментариях, что еще более полная версия Чернобылита выйдет в скором времени. Я для себя, наверное, возможно. Хотя у меня времени сейчас ограничено, кроме как поиграть на нашем канале первый уровень. Больше я нигде не играю. Потому что времени вообще нету. Только на сон, работу и на канал. так вот, хочется, наверное, на сложном уровне пройти. Так, это что у нас? Ресторанщик какой-то? Давайте, ладно, если уж дошли, то зайдем и сюда. Может, какую-то локацию добавить, может, еще что-то. Интересно же, правда ведь? Паек. Не, еды у нас уже хватает, честно говоря. С едой вообще проблем нету. Декрация. Ух ты. Вот это прикольно, конечно, смотрите-ка. Но закрыто, да? Закрыто, да. Ладно, давайте попробуем в ресторан пробраться, вот в этот. Если у нас получится, конечно. Наверное, по крыше лучше бы сюда забираться нужно было. По первому этажу мы, наверное, не проберемся, да? Опять-таки, скорее всего. Погода, конечно, но, опять-таки, хорошо, что тумана хотя бы нету. А вот там что такое? Такое большое виднеется справа. замечательно. Это механические детали. Просто подарок с небес, как говорится. Всю серию ныл-ныл. И вот сколько уже? Наверное, полчаса сегодня играем, и вот спустя полчаса, как говорится, наныл. Так, ладно, подберу. Так, давайте сюда залезем. Посмотрим. Ну ладно, идем, короче, по заданию. Спокойно уже. Вот что мне нравится, здесь с лестницы главный герой не норовит никуда улететь. В каждом шутере практически, в каждой в игре у меня персонаж просто как минимум один раз просто слетает с лестницы, падает, умирает. Здесь нет, все четко, отлично. За это, конечно, огромный респект. Ладно, поднимаемся. на второй этаж идем в гостиницу. Здесь у нас же ничего нет, правильно? Ну, давайте еще раз так сделаем. Слушайте, а что-то там есть. Мы брали, да, эту записку, правильно ведь? Она просто еще раз отмечается. Да, мы, ребята, это брали. Это улика была, зацепка. Мы читали. Ну, как классно, да? Такой переходик. Немножко ресурсов. Горячие вещества. Что-то еще? Химикаты. Можно было, конечно, вот здесь. Понятно, я в своем стиле. Ну, ладно. Мы пошли более живописным, так скажем, путем. По верхушке. почему бы и нет. Механические детали, тем более. Так. Ладно. Так, а нам нужно... Давайте освежим памяти, что нам нужно. Короче, прийти на место, и там какой-то флешбек будет. Вот мы к этому месту идем. Подобрать отмычку с удовольствием, ребят. Вы о чем? Патроны для револьвера. О, для винтовки. Замечательно. Оружейная мастерская. Да, у нас все есть. Ладно. Для этого мы сюда и шли, да? Вот в эту небольшую комнатку. я автомат, ребят, не подбираю, потому что, ну, у меня, во-первых, и места нет, во-вторых, ну, а смысл его подбирать-то? Ладно, давайте вот так вот сделаем. Восстановим немножко здоровья. Надо было в обратном порядке, конечно, это сделать, но ладно. ну, так. И, наверное, сделаем небольшой привал. Мазь от радиации сделаем одну. Ну, и мазь обычная. Пока что ей будем лечиться, я понимаю, что она восстанавливает три очка здоровья от аптечки, которые у меня четыре. И вот эти четыре, ребят, я в ходе игры подобрал. То есть, их очень мало дается. Ну, супер, крайне мало. И еще, знаете, что нужно скрафтить? Главное, не забыть адреналиновый шприц. Вот адреналиновый шприц, он помогает, когда тебя уже убили, по сути. ты его вкалываешь, и вроде как все окей относительно. Ладно, давайте так проходим сквозь. Так, это у нас гостичный, да, какое-то здание. ой-ой-ой. Ну, нет, спасибо, здесь очень фонит. Так. Так, ну, это очень хорошо, то, что мы нашли как раз-таки травку. Угу, нифига себе. Работает лифт, но это не знаю даже, как это замануха, если честно. Не, я хочу в лифт зайти, вот честно. Такой флешбек еще старого такого советского лифта. Ну, знаете, это как замануха, реально. Пойдемте-ка пешкодралом немножко пройдемся. Успеем еще. так, еще пару этажей я уже пожалею о своем решении. Что-то мы слишком долго идем. На самой крыше, что-ли? Я думал, здесь можно походить по этому комплексу. Ага, улика. А не зря, не зря шли. Смотрите-ка, если бы на лифте поднялись, если бы на лифте поднялись, то бы не ушли ни с чем. Куда поедем свадебное путешествие, Игорь? Путешествие? Ты ведь уже начал его планировать? Ну, конечно. Ну, так куда? Я думал в Сочи, в Ялту, может в Гагру. В Гагру? Монте-Карло для аппаратчиков только через мой труп. Ладно, ладно. Тогда в Сочи. Так, еще один уровень практически заработали. Да, классный, классный вид, согласитесь. Все-таки графика здесь симпатичная. Все начинает немножко подтормаживать. А что началось-то? Почему тормозы пошли? Вы, наверное, это не ощущаете, но я немножко потери кадров ощущаю. Вот это граффити, помните, которое я вам объяснял? Это реально существующее граффити иностранных, по-моему, художников. Это именно художники, на мой взгляд. Достаточно жуткие граффити, но они в стилистике этого города. А, ну, он там радио какое-то на втором этаже. а не, это не радио. Я думал, что это радио. Смотрите, вот так вот выглядит, как радио. Это автомат, который мы брали. Ну, окей. Давайте посмотрим, что тут еще есть. здесь мы везде были. Ладно, идем, давайте по заданию. Химикаты. По заданию нам нужно выйти вот так вот на дорожку и направо вот сюда вот пойти. еще немножко будет новый уровень. Механические детали. Все замечательно. Так, ну, окей. Вот он, флешбек. Сейчас будет. понятно. Чемоданчик. Давайте осмотрим. Так, приблизить. И что? Как его открыть? пока никаких действий не появляется, к сожалению. Не особо понимаю. Ладно, и что? Да, вид отлично. Реально. округ. зря говорят, у начальства всегда все хорошо. Но на этот раз все вышло по-другому. Это правда. После аварии сюда заселяли ликвидаторов, а корректировщики с крыши направляли вертолеты. По их указаниям Ми-6 сбрасывали песок и борную кислоту в реактор. Это единственное, что работало. Как думаешь, партийные боссы приехали к С или слишком боялись радиации? вряд ли. Это скорее всего. Некоторые приезжали в Припять. Говорят, даже сам Горбачев был на этой крыше. Наверное, размышлял над реформами, которые пытался провести. Перестройка, гласность, первые попытки разрешить свободу слова и мнений. Ведь именно секретность, цензура и плановая экономика привели к аварии. Но было уже слишком поздно. Даже правда к этому времени не могла нас спасти. Политика никогда не любила тех, кто говорит правду. Есть такое. Предпочитаю науку. А что будет с нами, Игорь? Мы переживем нашу правду, когда ты ее найдешь. Я жду тебя на крыше гостиниц. Ох, нифига на крыше гостиниц. Ну сейчас я опять поднимусь. Да. Мы оценили вид, да? Вот работа разрабов, то есть по сути меня же никто за язык не тянул, то есть я поднялся и реально вам сказал посмотреть какой вид крутой. И по сути мы до того, как туда поднялись, должны были вот этот чемоданчик найти и нам Татьяна сказала бы там крутой вид. Да мы уже поняли, что там крутой вид. Повторюсь, классная разборота именно разработчиков. Очень классно. Так, но мы туда еще подойдем. Ладно, давайте кто тут поет? Чувак. Давай успокойся. Ха-ха. Ну где они? Все в зарослях. Как они меня видят вообще? Вот вы мне скажите. Так, а здесь еще и фонит. Замечательно. Может кинуть их пока? Все равно вернемся. А, он уже под вопросом. Ну здоров, я тут. Еще кто-то остался. Ну кто? Сержант. Где? Где? У него, видимо, какая-то тактическая броня, потому что я его вообще не вижу. через тепловизор. Короче. Сержант, давай, я поехал. Не до тебя. Нужно сюжетное задание сделать. Нужно так упасть, я не знаю. Ладно. Так, ну все, я поднялся. Я тут. Ну что ж ты будешь делать? Не дает мне сержант сделать квест. Пойдемте разбираться. он там один остался. Ну где-то тут. еще минута поиска у него. Ага, где-то где-то совсем рядышком. Ну хоть убей, я его не вижу. Ну где он ходит. Может из-за здания туда пошел, я не знаю. А, в здании где-то. Ты на втором этаже уже, здорово. До свидания. Понятно все. Второй этаж уже пошел. Вот прикольно то, что они как мобы, они достаточно так правдоподобно себя ведут. Механические детали. Все. Я пошел по заданию. Еще один уровень замечательный. Еще немножко, но я навряд ли сейчас достигну четвертого уровня. Но я бы мог прокачать то, что я хотел. Так, идем к лифту. Где там лифт был. Так, открывайся. Все. Теперь по заданию идем. Так, осмотреть. Ну, ничего тут нету. Обычный советский такой старенький на радиоприемке. Как такое забудешь? Я там хуже всех танцевал. Я даже в Молгости был. Та еще коряга. Да брось. К тому же у тебя был отличный партнер. Я. А диско шары. Здорово было. Свет, музыка, атмосфера. Дискотека еще как-то смешно называлась. Эдисон. Эдисон 2. Точно? Но в энергетике были не только танцы. Были еще библиотека, бассейн, кинозал. Я тебя еще сводил на грузинский фильм про парня, который собирал под деревням народные песни и музыку. Как же он назывался? Путешествие молодого композитора. Просто шедевр. Отличная музыка, забавный сюжет, все было здорово. Вы смотрели такой фильм? Мы его в итоге раза три смотрели. Мы были так счастливы, Игорь. Даже если не все шло гладко, я могла положиться на тебя и забыть про заботы. Когда мы приехали в Плипять, еще до аварии, это было лучшее время в моей жизни, Таня. Было столько солнца. Когда нибудь еще будет так хорошо. Мы можем вернуться, Игорь. Это возможно? Я тебе обещаю. Слышишь, любимая, Таня? Пойдем, Игорь. Мы еще не закончили. Да. Ну, судя по всему, это еще не все. Да, задание продолжается и... Ага, нам аж сюда нужно теперь возвращаться в начало карты. Ну, вид здесь реально шикарный. Ладно, давайте. попутно, конечно, повешем еще немножко ресурсов. Давайте на лифте спустимся. Достаточно быстро он работает, если честно. Так, а здесь у нас что такое? Как сюда пробраться? Угу. Так, замечательно. так, давайте-ка посмотрим, как нам лучше всего пойти. Там уже конец у нас получается. Локации. Ну, здесь есть зато механические детали, которые крайне для меня важны. Где мы не были? Да, много где, на самом деле. давайте вот так вот обойдем немножечко все это дело. Посмотрим на локацию еще раз. На вывески. Героям годы гражданской войны посвящается. Подойдем к домам. так, а там что-то есть, кстати говоря. Здесь понятно ресурсы, которые уже не влезают. Ну, ладно. Детская площадка, и что там лежит? фотокарточка. Слушайте, а это интересно, то есть Татьяна, она понимала, что происходит что-то не очень хорошее. Вот это колесо обозрения, насколько я помню, оно построило было вот буквально там за несколько недель, по-моему, до аварии. И вроде бы оно даже не запускалось. Так, у меня нет места для механических деталей. Слушайте, ну давайте вот это уберем просто. Потому что механические детали мне крайне нужны. Так. Не прочитать, да, наверное? несколько букв только осталось. Ну, там какой-нибудь лозунг. Наверняка наши зрители знают, что там было изначально написано. Прикольная такая детская площадка. Химикаты. Потихонечку завершаем это задание. Одна из, наверное, самых атмосферных локаций. Это уж точно. Так, Фанит, будь здоров. Я все-таки рискую своим здоровьем. Подобрал ресурсы. но нужно мазь от радиации применить срочно. Еще вот здесь вот есть ресурсы. Ну, мне не подобрать, да, наверное? Да, вот это не подобрать, окей. Идем дальше. Два здоровенных дома. Жалко, что их нельзя зайти и исследовать. Но, наверное, это была бы колоссальная работа. Я даже не представляю, как это все нужно было сделать. Но, я надеюсь, мы когда-нибудь доживем до тех лет, где игровые проекты будут позволять настолько детально погружаться в локации и их исследовать. Это было бы классно, на самом деле. В целом, я не жалуюсь. Чернобыли достаточно классно. Смотрите, как там прикольно. достаточно классно относится к деталям. Так, ну здесь ничего нет, кроме радиации. Давайте-ка отсюда уходить. Кстати, до энергетика дошли. давайте вот так вот в него войдем с этой стороны. Вот так вот. Отлично. Может, тут какие-то ресурсы еще остались, которые мы не подобрали. Или солдаты нара остались, что не хотелось бы. Сейчас по опыту где-то три уровня и на половине четвертого мы находимся. Что в целом достаточно хорошо. На самом деле, вот это я мог пропустить. Немножечко взял, да. Так, а это у нас не берется. Здесь мы везде лазили. Механические детали, я так понимаю. Правильно? Так, замечательно. Так, если химикаты, да, химикаты еще возьмутся. Электронные компоненты тоже же по максимуму. Эх, давай жирный химинюк не может уже. Видимо, столько вещей набрал, что не пройти, не проехать. Так, а чего бы давайте грибочки просто выкинем. Или, в принципе, от чего избавимся. Давайте вот так вот сделаем. грибочки еще подберем. Все-таки это дополнительные экспы дает. Не, здесь солдат нар нету. Так что спокойно вообще прошли эту местность. Так, и теперь ну все уже к финишу идем потихонечку. Так, ну как же тут обойтись без механических деталей, правда ведь? Не уйти просто так. Вряд ли я заработаю еще один уровень. Так, как бы обойти это все дело. Ну вот так вот, наверное, да, как-то. Так, мы подошли. Это какой-то упавший вертолет тут. Сейчас, наверное, будут какие-то воспоминания очередные. Так, фонит. очень сильно. Так, окей. В городском парке были аттракционы, автодром, карусели, лодочки, знаменитое колесо обозрения. Я знаю, что это баловство, но жаль, что мы на нем так и не прокатились. Взглянуть бы на город сверху. Хоть разочек, пока наш мир не рухнет. Колесо ведь так и не открыли. Да, как я и сказал. но с самого начала. Глупая мечта. Очередной опиум для народа, если цитировать классику. Профессор Хименюк идет прямо к цели, как лазерный луч. Не дай бог попытаться с ним повеселиться. Ты всегда была себе высокого мнения, Занимался только серьезными научными проблемами, хотел раскрыть тайны вселенной, измерить ткань реальности, понять порядок вещей, найти правду. Ты свысока смотрел на людишек, живущих скучной серенькой жизнью. признайся, ведь их презирал, даже ненавидел всех, кто был якобы глупее тебя. Нет, нет, что ты, никогда я так не думал. Че-то она перебарщивает начинает, по-моему. Неорганизованные, ненадежные, непредсказуемые. А вот физика и математика, да, вся наука меня не подводили. Даже в самый трудный час можно положиться на их четкость, стройность, красоту. А какая роль в твоих возвышенных целей разрушала твою упорядоченную жизнь? Что ты думал про нас? Перестань. Ты другая. Ты давала мне силы. Я тебя принял. Ради тебя и жил. Раб, ты была и всегда будешь моей танцующей звездочкой. И это правда. Пусть даже только моя правда. Ну вот и разногласия пошли некоторые. Татьяна его обвиняла в неком возвышенном таком взгляде на других людей. Наверное отчасти она и права. Так. Все. Выполнено задание. Можем с этой локацией и уходить в целом. Классное. Очень детально невосознанное место. Очень много объектов. И в целом мы сколько там больше часа наверное погуляли по этой местности. Не знаю все ли я улики собрал, все ли фотокарточки, но я старался если честно находить по максимуму. посмотрим. Может быть уже хватит для расследования нового дела. Ну как я и вам говорил вот это колесо оно только не было открыто. Может там за две недели оно было построено потом случился взрыв. И его даже не запустили. Все в целом наверное. Посмотрим на карту. Здесь понятно что еще можно было ходить и ходить. Но оставим эту локацию на потом. Мне кажется плюс минус мы еще здесь окажемся. Но в любом случае мне кажется окажемся. Так что давайте пока что на этой точке мы завершим. Сейчас отправимся на базу. Да по опыту немножечко не хватило. Я в идеале хотел 4 очка навыка забрать. Ну забрал 3. 3 с половиной. Насколько я помню урон для АК стоит 4 очка. Ну значит я буду солить сейчас. Потому что для меня очень важно прокачать АК по урону. так ну что тут собрал ресурсы Миша так окей окей давайте раздадим пойти все довольны сейчас пообщаемся с ребятами что они тут скажут так что с тобой пока пообщаемся ну давай Я fires решил что ты тот еще зануда короче зацени мой дядя Миша ездил в озерск чтобы закупиться бухлишком и шоколадками на станции маяк это было в пятидесятых ну и странное было времечко ух те Те, кто работали над атомной бомбой, имели доступ к любым деликатесам, о которых остальные могли только мечтать. Что тут скажешь? Я такую систему не одобряю, но ученых надо было как-то радовать. Говорят, им было проще раздобыть бренди, чем морковку. Так что они начали продавать еду жителям соседних деревень. И вот Миша... Господи, у меня нет времени на... Погоди, погоди, сейчас будет самое интересное. В общем, дядя Миша связался с одной из работниц маяка. Хорошая девчонка. Вылезла к нему через дыру в проволочном заграждении. Миша уже подумал, что может у них будет... Это самое, романтическая встреча. Типа раздеву. Может, рандеву? А я как сказал. В общем, увидела она Мишу. И сразу пушку на него наставляет. Чего? Ну ты кьёпт. И говорит ему такая. Бросай картошку с морковкой, или я буду стрелять. Но Мишу так легко не напугаешь. Он тот еще бабник. В общем, он шляпу приподнял и говорит. Прекрасная леди, подарите мне всего один поцелуй. И у ваших ног будет вся картошка мира. Ничего себе история. И что в итоге стало с твоим любвеобильным дядей? Да расстреляли за спекуляцию или типа того. Вере не понравилось, как обстоят дела с безопасностью на станции. И он поставил десяток человек к стенке. В назидание остальным. Жаль. Любопытный был персонаж. Так, ну окей. Очередная отличная история. Давайте дальше пообщаемся. С Орбей. Давай. Мы с моими людьми уже давно сражаемся со скрытнями. Это жуткие твари, но даже им не выдержать пары автоматных очередей. Я сама нескольких убила, но никогда не задумывалась, откуда они вообще взялись. Вот ты знаешь, ты же учёный. Ничего конкретного не скажу. Может, хоть теории какие-то есть? Что им нужно? Почему они на всех нападают? Я не думаю, что им что-то прямо нужно. Мне кажется, это просто очень примитивные формы жизни, не имеющие сложных желаний. Хотя что-то ими, кажется, управляет. Что-то это что? Может, чернобылит? Эти существа явно с ним взаимодействуют. Так, выходит, чернобылит не просто кристалл. Хочешь сказать, у него есть своя воля? Это только теория. На самом деле, всё может быть намного сложнее. У вас, учёных, всегда всё сложно, да? Ладно, проехали. Пока мы слишком мало о них знаем, лучше всего просто стрелять им прямо в морду. Или что-то мы... Ну да. Лучше в голову стрелять. Это будет повышенный урон сразу же. Так, кто ещё остался? Оливер остался. И Сашко. Ты слышал о Назе на острове каннибала в Сибири? Не слышал. Может, ты слышал, но... Но в школе про это не рассказывает, верно? Не самый славный эпизод советской истории. Я бы тоже ничего не знал, если бы не услышал об этом от безумного бродяги-таракана, когда мы были на другом задании. Мне не особо интересно было, но его ж не заткнуть. Так что я согласился послушать, если он не будет затягивать. Ну и он рассказал мне об этих бедолагах. Как их согнали, отправили на остров на Азеном, Сибири. Пять тысяч их было. Все думали, что их везут в ГУЛАГ. Но на самом деле, там ничего не было. Просто голая земля. Они должны были сами построить себе тюрьму. Ужас. И когда это было? А чёрт её знает. Таракан сказал в тридцатые. Им ничего не давали. Ни инструментов, ни тем более техники. Только двести граммов муки на человека в день. И они съели сырую муку, потому что не знали, как развести огонь. Туда привезли в основном горожан. Они никогда не жили в диких условиях. Ничего не умели. А за что их туда отправили? А за то, что у них при себе не оказалось документов во время ареста. Только и всего. Тайной полиции нужно было выполнять план. Разумеется, среди них были и преступники, готовые на всё ради выживания. Они знали единственный закон выживания. Либо ты, либо тебя. А еды было всего ничего. Таракан упоминал о девушке, привязанной к дереву. Этот случай упомянут в официальных документах. Её убили и съели обезумевшие от голода заключённые. В общем, старик Таракан был очень расстроен этой историей. Но вот шокировала ли она меня? Нет. Что-то жёсткая какая-то история. Я, может, и не такой учёный, как ты, профессор. Но в человеческой натуре я кое-что понимаю. Не важно, кто ты и откуда. В конечном счёте важно лишь то, кто сможет найти себе жертву, а кто подохнет. Да уж. Очень жизнеутверждающая. Не знаю, была ли действительно такая история, но предполагаю, что что-то похожее, возможно, в истории и было. То есть, можете для себя погуглить Назина. Может, действительно что-то всплывёт. Так, Ольвер, ты чё тут? Что нового, Игорь? Да ничего вроде. А ты как? Всё думаешь об Антоне? Да. Мы с ним немало повидали вместе. Помню, Антон упоминал Хашам, кажется. Что там произошло? О, это то ещё местечко было. Слыхал о гражданской войне в Сирии? Честно говоря, нет. Я как-то другими вещами интересовал. Ага. Как и весь остальной мир. На этих людей всем наплевать. Для крупных игроков Россия, США, Китая, большинство таких охваченных войной стран просто полигон для испытания оружия и игры в политику. Это называется гибридной войной. Наемники вроде нас поддерживают армию участников конфликта, поставляют разведданные, снаряжение, технику. Существует негласное правило, что мы никогда не нападаем друг на друга напрямую. Но иногда кто-то переходит кому-то дорогу, и ситуация выходит из-под контроля. Как раз это и случилось в Хашаме. Войска Асада при поддержке российских наёмников сцепились с сирийскими демократическими силами, которых поддерживали США. США применили десятки дронов, истребителей и вертолётов. Они буквально превратили войска противника в пепел. Антон и его сослуживцы ничего не смогли противопоставить такой массированной атаке с воздуха. Он увидел, как умирают его друзья. И сам чудом избежал. Я восхищаюсь вашей храбростью и самоотверженностью. Твоей, Антона. Но я никак не могу понять, почему мы продолжаем убивать друг друга ради какого-то богом забытого клочка земли. Это идёт вразрез со всеми моими убеждениями. А я восхищаюсь твоим идеализмом, Игорь. Но ты в меньшинстве. Иногда насилие единственный способ решения проблемы. Думаю, скоро тебе предстоит в этом убедить. Игорь и Оливер отчасти право. Каждый по-своему. Так. Ну, как я уже сказал, Оливер это бывший солдат. И у него историй таких очень-очень много. Так. Ну, со всеми мы пообщались, знаете. Что нам остаётся тут? Скрафтить немножечко отмойчик, да? Хотя бы до пяти сделаем. Далее. Нам нужно... По-моему, я бомбы, да, свои израсходовал. Ну, да. Взрыватели. Парочку сделаю. Так. Кстати, экспы достаточно много даётся. Где-то 18 экспы за каждую бомбочку такую. Хранилище откроем. Что поместим туда? Ну, понятное дело. Раз. Грибы. Пусть трава у меня остаётся. Пайки. Зачем нам с собой брать? Правильно? Так. Горючие. Схемы. Вот это зачем нам? Так. Ну, в целом, по-моему, всё окей. Возьмём сейчас вот это с собой. Сделаем верстак для улучшения, если нам хватит, конечно. Так, нет. Так, оружейное дело. Да, вот. Для рельсотрона. Строим. Не хватает электричества. О, пошло-поехало. Ладно, сейчас сделаем. Пока что улучшим всё это дело. Размер магазина давайте сделаем. Вот такой вот. Дальше. Ну, снижение отдачи. Улучшим. Может пропустить. Так, это пропускаем. Снижение отдачи ещё раз. И, пожалуй, вот на дальность сделаем. Окей. Теперь скрафтим немножко патрончиков. Такой вот прицел. Неплохой. Не знаю, посмотрим, что за пушка. Может, по урону очень хорошая. Потому что финальные миссии скоро уже не за горами. Опять у меня электричества не хватает. Давайте вот так вот сделаем. Раз, два. Улучшение базы. Источник питания. Сделаем самый мощный. Всё, да? Больше не мигает свет. Замечательно. Так. Ну и последнее, что мы хотели сделать, это патрончики. Для нашего рельс-трона. Ну, много, в принципе, едят. Но, окей, сделаем. 30 патронов будет. Так. И, чуть ли не забыл. Адреналиновый шприц. У меня его нету. Давайте даже два сделаем. О! Я достиг уровня. 105 опыта. Ничего себе даётся. Представляете, 105 опыта за каждый шприц. Вот это классно. Так что, вот вам мой совет. Собирайте ресурсы. Крафтите бесконечно. Ну, как бесконечно. Бесконечно не получится, потому что ресурсы ограничены. Но это реально очень хорошо оплачивается опытом. А это значит... Ребят, сейчас мы кое-что сделаем. По прокачке. Так, ну-ка. Давай-ка пообщаемся. Потренироваться. Идеальное управление. Да, вот что мне нужно. Пойдём на тренировку. Наверное, тир очередной будет, мне кажется. Да, тир. Пожалуйста, пожаловать на второй урок, Игорь. Сегодня я научу тебя стрелять в автоматическом режиме. Расскажу небольшой секрет. Самый быстрый способ убить врага, начинить его свинцом, открыв огонь со скоростью 700 выстрелов в минуту. Ну, может это и не секрет, но звучит логично. Ты, как учёный, должен оценить. Ты уже знаком со своим заклятым врагом, банками. Теперь представь, что их нужно застрелить все одновременно. Суть упражнения — использовать автоматический режим и выпустить весь магазин одной очередью. Ты же знаешь стойку Петрова? Контролируй отдачу и постарайся не направлять ствол в небо. Запомни, я остановлю занятие, если ты закончишь стрелять раньше времени. Готов? Ты ведь не весь магазин расстрелял? Давай как-то посерьёзнее, пожалуйста. Вроде получается. Теперь призарядись и прикончи этих уродливых жестяных ублёдков! Да, тренировки здесь достаточно забавные. Ну, кого не убил, того хоть напугал. И на том спасибо. Думаю, теперь у тебя есть шанс выжить в зоне. Окей. Молодец, Игорь. Прошли испытания, повысили свой уровень. Так, давай, телепортируй нас на базу. Замечательно. Теперь наши навыки вот так выглядят. Ну, нехило мы тут прокачались. Следующее, что я хочу, это ячейки взять. Ну, и последнего, я не знаю, члена команды, когда мы встретим, посмотрим, что у него тут, что нам понадобится по навыкам. Все в целом. Пошлите на боковую, посмотрим, что мы взяли по фотокарточкам. Вот центр Припяти, 5 из 5. Отлично. Максимальный результат с первой же, реально, с первого же захода, с первой же катки, как говорится. Это очень круто. Так, а доска? Симуляция готова, ребят. В следующей серии обязательно заходите к нам, будем смотреть симуляцию, расследовать события, которые случились до наших дней. И это будет интересно. Так что подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. А также, если хотите нас поддержать, есть сервис Boosty в описании к каналу. Там дополнительный контент, возможность написать личные сообщения к нам. Ну и, в принципе, все, что хотел сказать. Увидимся через пару дней. Пока-пока.